Это итоговая программа День с толком в студии Ирина Корчегина. Здравствуйте! В течение получаса я и мои коллеги расскажем о самых ярких событиях этой недели. Начнем. Не только мясо, но и также овощи и фрукты значительно подорожали за последнее время. Уровень инфляции прокомментировало Барнаульское отделение Банка России. А эксперты рынка недвижимости из-за повышения ключевой ставки Центробанком предрекли непростые времена для владельцев вторичного жилья на Алтае. Осенью годовая инфляция в крае, впрочем, как и по всей стране, продолжила расти. Причина этому отметили эксперты Барнаульского отделения Банка России ослабление рубля и, как следствие, увеличение стоимости импортных товаров. В том числе ветеринарных препаратов и кормовых добавок. В итоге значительно подорожали мясо и яйца. Так, например, в сентябре этого года килограмм говядины стоил на 5% больше, чем в сентябре предыдущего года, а килограмм свинины почти на 10%. Кроме того, увеличилась стоимость импортных овощей и фруктов – бананов, чеснока, помидоров. Также эксперт Центробанка отметил рост цен на непродовольственные товары. В частности, в цене прибавлять должны импортные автомобили. Для сдерживания роста уровня инфляции Центробанк России в конце октября поднял ключевую ставку сразу на 2% пункта – с 13% до 15%. Такое решение, считают эксперты рынка недвижимости, может заморозить вторичный рынок жилья в Алтайском крае. На повышение ключевой ставки Центробанком все остальные банки отреагировали повышением ставки по ипотеке. За последние недели она выросла с 14,5% до 16%. Такая ипотека, считают риэлторы, для многих жителей нашего региона не по карману. Стало известно, когда пройдет прямая линия с губернатором Алтайского края. Она запланирована на 23 ноября. Жители региона уже могут задавать свои вопросы губернатору через сайт правительства края или в социальной сети ВКонтакте на странице прямой линии. Также письмо можно отправить по почте в правительство края, либо принести его лично и оставить в почтовом ящике в здании администрации. Напомним, это будет уже третья по счету прямая линия с Виктором Томенко. В прошлом году губернатор получил более полутора тысяч обращений от жителей края. В основном вопросы касались мобилизации, газификации, работы общественного транспорта, качества воды и медицинской помощи. Прямая линия длилась около трех часов. Ответить на все вопросы в формате эфира невозможно, поэтому Виктор Томенко обещал прислать письменные ответы на каждое из обращений. В Барнауле планируют усилить охрану торговых центров. Накануне в правительстве края на заседании антитеррористической комиссии обсуждали безопасность торговых объектов. На сегодняшний день в регионе расположено 350 торговых площадей. Все они нуждаются в антитеррористической защите. Однако сотрудники Росгвардии охраняют лишь 30% из них. Силовые структуры на заседании комиссии предложили усилить защищенность объектов торговли. В итоге глава региона Виктор Томенко поручил профильным службам до конца текущего года завершить работу по систематизации торговых объектов. Придется заплатить в сотни раз больше. Проблемы из-за утилизационного сбора на автомобили, ввезенные из стран Единого таможенного союза, набирают обороты. К нам в редакцию на этой неделе обратился один из жителей Алтайского края, который изначально должен был заплатить утильсбор около 5000 рублей. Однако вскоре эта цифра выросла почти до миллиона трехсот тысяч. Почему так вышло, пытался разобраться Данил Кузнецов. Эту слегка битую Мазду житель Каменского района Антон купил в Киргизии и ввез в Россию в середине октября. Планировал сделать косметический ремонт и использовать для себя. Однако утилизационный сбор нарушил все планы. На тот момент он составлял 5200 рублей. Но только после того, как мы узнали новости и узнали сумму, сколько будет стоить этот утильсбор, мы немножечко удивились. Миллион 270 теперь просит таможни за этот автомобиль при его стоимости 2300. И у нас нет понимания, стоит ли нам дальше восстанавливать автомобиль и эксплуатировать его, либо он так и останется для нас памятью. С подобной ситуацией столкнулись автолюбители по всей стране после введения неожиданных поправок в закон об утильсборе. Поэтому многие привезенные машины встали мертвым грузом. Когда мы попали в эту ситуацию, начали искать людей, которые также и оказались в этой сложной ситуации. Узнали о том, что еще на этот утильсбор ежедневно капает пеня. Сумма разница, то есть мы не считали, но говорят, что от 700 до 1000 рублей каждый день. Проблемы появились из-за новых критериев определения машин для личного пользования. Как нам объяснили на таможне, если авто был ввезен физическим лицом в единичном экземпляре по пассажирской таможенной декларации, и все было уплачено, то машина подходит под категорию некоммерческого применения. И если транспортное средство доставлено организации и задокументировано по декларации на товары, то ставка будет уже как для юридических лиц. Автомобиль Антона был растаможен через декларацию о товарах. Такую форму используют, если транспортное средство закупают для коммерческих целей. Поэтому сумма утильсбора для нашего героя оказалась столь высока. Людей, которые купили машины до постановления, но не успели оформить, по всей стране сотни, а то и тысячи. Поэтому даже депутаты Госдумы просят отсрочить исполнение постановления до конца года. Такое уже случалось в автомобильном мире. Года два назад, по-моему, или год было назад, когда у нас вводили мораторий на изменение пошлин по ввозу транспортных средств с Японии во Владивосток для жителей ДФО Дальневосточного округа. Как раз я сам лично находился в то время во Владивостоке и тоже узнавал. И там действительно ее продлили. Будут ли хоть какие-то отсрочки на этот раз, пока неизвестно. Однако наверняка понятно, что пока что лучше присмотреть автомобили на внутреннем рынке. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Первая в этом сезоне трагедия новотружки случилась в Алтайском крае на этой неделе. В селе Шалобольха во время катания новотружки погиб ребенок. Группа подростков по очереди спускалась с холма, когда вдруг 11-летнюю девочку на тюбинге занесло в бетонную преграду. На место происшествия выехал прокурор Алтайского края Антон Герман. Сейчас выясняются все обстоятельства гибели девочки. Также возбуждено дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Врачи отмечают, что катание новотружках – одно из самых опасных развлечений зимы. Самые распространенные травмы из-за них – это сотрясения и компрессионные переломы верхних и нижних конечностей, а также таза. На этой неделе на трассе Барнаул-Новосибирск, а именно в районе Затосибирский, произошла авария. Фура ушла в кювет. Как утверждали очевидцы, в фуре находился трамвайный вагон. Пользователи соцсетей предположили, что это и есть один из белорусских трамваев, который ожидает Барнаул. Мы отправили запрос в Министерство транспорта Алтайского края. В ведомстве подтвердили информацию. На сегодняшний день в Барнаул приехали все обещанные трамвайные вагоны. И вот как раз при доставке последнего, десятого вагона, произошла авария. Специалисты оценили состояние вагона. Есть небольшие повреждения по кузову. Но в целом технический трамвай готов к эксплуатации. Вот количество барнаульцев, пострадавших от гололеда, за неделю выросло в 4,5 раза. Например, в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи еще 1 ноября обращались в среднем 10 человек, а накануне уже 45. В основном это пациенты среднего возраста, пожилых людей меньше. Однако и падения для них более опасны из-за хрупкости костей, говорят в больнице. Среди самых распространенных травм – переломы, ушибы, растяжение лодыжек и лучевых костей. Чтобы избежать последствий, врачи рекомендуют группироваться во время падения. По словам синоптиков, гололед будет держаться до середины ноября, пока не ударят стабильные морозы. Интересная история произошла на этой неделе. Жительница Алтайского края выжила под колесами поезда. Инцидент произошел между станциями Арбузовка и Дальней, которые находятся в Павловском и Ребрихинском районах. Женщину обнаружил машинист поезда. Как говорит сама женщина, накануне своего 50-летнего юбилея, она немного отметила, перепутала станцию и двинулась домой по железной дороге, продолжая распивать спиртные напитки. В какой-то момент юбилярша решила присесть на пути и уснула. После того, как звуковой сигнал не помог, машинист применил экстренное торможение. Однако тормозной путь был слишком длинным и часть состава все же проехала над женщиной. К счастью, имениннице помог ее крепкий сон. Благодаря ему она даже не шевельнулась, тем самым сохранив себе жизнь. Рекордное количество за 4 года. 13 очагов по бешенству зафиксировали в этом году в Алтайском крае. Об этом сообщили в ходе пресс-конференции специалисты Краевого управления ветеринарии. Кто является переносчиком заболевания и как обезопасить себя от смертельно опасной болезни, об этом расскажет моя коллега Валентина Аскерова. Барнаул, Заринск и еще 10 районов Алтайского края оказались под ударом смертельного заболевания. В регионе обнаружено 13 очагов распространения бешенства. Руководитель управления ветеринарии Владимир Самодуров назвал ситуацию сложно напряженной и добавил, что появление неблагоприятных точек связано с дикими и домашними животными – лисами, кошками и собаками. Вот у нас в данном случае, значит, у нас 5 пунктов по диким животным, то есть это лисы. Примерно 40% с небольшим у нас, значит, а это динамика, значит, у нас получили дикие животные. Кошки 4 пункта, собаки 4 пункта. Мы стали регистрировать данное заболевание практически вот в СНТ. То есть у нас приходят лисы, лисы в контакт с домашними животными, то есть собачки, кошечки. Мы бездомных кошек подбираем, затем регистрировали данное заболевание. А в Мамонтовском районе бешенство обнаружили при весьма нелицеприятной обстановке. У нас была неприглядная ситуация в каком плане, что у нас подростки до 14 лет практически разделали трупы бешеной лисы, то есть проблемы. В 2020 году известно о пяти случаев бешенства. В 2021 – 11, в 2022 – 4. Этот же год побил рекорд. Напомним, 13 неблагоприятных пунктов. Бешенство приводит к летальному исходу. Поэтому его в обязательном порядке нужно профилактировать, отмечают специалисты. Мы сегодня вакцинируем всю территорию Алтайского края по данному заболеванию. По количеству вакцинированных животных, дикой фауны, Если мы в 2019 году 3200 тысяч квадратных километров, то в этом году мы отработали 780 тысяч квадратных километров на территории Алтайского края, на территории 58 муниципалитетов. А что касается домашних животных, то за 9 месяцев текущего года вакцинировано почти 470 тысяч четвероногих. Добавим также, что в Алтайском крае появятся две новые лаборатории для исследования заболеваний животных. Это позволит ускорить определение возбудителей инфекций. Лаборатории могут появиться в Бийске и Рубцовске в следующем году. Все это должно ускорить определение возбудителей инфекций у диких и домашних животных. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Ничего личного, дачный сезон закончился. Около 70 брошенных кошек обнаружили в одном из барнаульских садоводств. Можно только представить, сколько теперь уже ненужных животных брошено на произвол судьбы по всему Барнаулу. Как выживают четвероногие и кто им помогает не замерзнуть во сне, расскажет Дмитрий Дроздов, который на этой неделе выезжал садоводства. В том году мужик вообще, камеры у нас, это мусор, он подвез, это бедная кошечка, он его вытащил с машины, выкинул, сел и уехал. Она сидела, две недели его ждала. Именно с этого и начинается бездомная жизнь и четвероногих привезли, кинули, уехали. И такие случаи больше заметны в садоводствах. Дачный сезон закончился и многие барнаульцы оставляют своих питомцев на произвол судьбы. Охранники и председатели хоть как-то пытаются сохранить жизнь кошкам. Там у нас есть специальный ящик, мы его оборудовали, чтобы они там ночевали. Утепленный, все, коробки ставим, там одеяло стелим, там все это дело. Ну и естественно кормим. Сторожа покупает молочко, колбаску, варим, кашуем. Зиму все переносят или бывают? Ну вот весной, ну там одного нашли замерзшего, а так-то выживают. Выживать помогают и неравнодушные люди. За свой счет покупают сухие и влажные корма. Кашу, которую, кстати, варят по 5 литров утром и вечером. Ибо остальная еда зимой попросту замерзает. По словам волонтеров, огромное количество бездомных кошек живут именно в садоводствах. Некоторым лохматым помогает выживать, а иногда волонтеры видят и замерзших кошек. В группе есть люди, все у нас разделено, каждый выполняет свои функции. Кто-то кормит в городе животных, кто-то ездит по садоводствам, помогает. Вот о данном садоводстве узнали только недавно. То есть я как бы о нем знал, но я не знал, что здесь есть животные. И ситуация эта не критичная, есть более критичные ситуации. Например? Ну где животных зашкаливает просто большое количество, и где их не кормят. Ужесточать закон о содержании животных, чипировать, чтобы вот ТСЖ в этом принимали участие тоже, чтобы появилось животное, чтобы ставить его на учет. Пройти мимо чужой беды невозможно. Ты садишься дома, ешь в тепле, а они голодные, смотрят на тебя глазами. А какой-то вкусняшки им, как нам, конфетки. Еще одна проблема, о которой говорят защитники четвероногих. Это стерилизация. В таких условиях размножение кошек чаще всего приводит к замерзанию маленьких котят. Волонтеры готовы даже взять эту процедуру на свои плечи, даже в финансовом плане. Им в этом частично помогают барнаульские приюты. Только в Ласку ежегодно принимает тысячи животных. А сколько еще такие волонтеры, как Алена, устраивают лохматых по своим знакомым? Большинство животных, оказавшихся на улице из домашних условий, они испытывают огромный стресс. А для животного, как и для человека, стресс – это большой удар по здоровью. Не зря же у нас везде говорят, что там все болезни от нервов. Вот как у людей все болезни от нервов, так и у животных все болезни от нервов. Мы в настоящий момент оперативно готовы помочь, например, с ветеринарным каким-то лечением. У нас ветеринарный центр открыт, мы можем, если вот, например, кто-то подобрал кошечку, но сомневается в ее здоровье, нет средств на ее лечение, он может к нам обратиться, мы ее обследуем по необходимости и полечим, назначим какие-то там необходимые манипуляции и можем стерилизовать кошечку. Волонтеры верят, что хотя бы кто-то из этих кошек найдет новый дом и будет жить в тепле и безопасности. Только сейчас более тысячи животных находятся на передержке, а число бездомных еще выше. И волонтеры продолжают верить, что люди, которые выставляют своих питомцев на улицу или оставляют на даче, будут думать головой. Если вы хотите помочь четвероногим или подарить кошке тепло и уют, номер нашей редакции вы видите на своих экранах. Мы поможем вам связаться с волонтерами. И плюс одно доброе дело в вашей копилке. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. Сотрудники закрывшейся канифермы аграрного вуза, откуда со скандалом перевезли лошадей на Барнаульский ипподром, считают, что их оговаривают, обвиняя в плохом содержании лошадей. Федерации современного пятиборья и конного спорта уверены, что делается это намеренно для того, чтобы сбить цену на животных, которых намерен продать университет. Подробности истории, которая гремит уже неделю, расскажем далее. В 8 утра приехали с администрации аграрного университета и охрана. Сообщили о том, что здесь лошадей больше не будет. Со слезами на глазах сотрудники канифермы аграрного вуза провожали своих постояльцев неделю назад. Лошадей тогда вывезли, несмотря на явный протест родителей юных спортсменов и тренеров Федерации современного пятиборья и конного спорта. Забежали в конюшню, начали кричать, отсюда вышли, конюха начали выгонять. Он занимался, кормил лошадей, все, выходи отсюда. 32 лошади увезли на ипподром. В аграрном университете, на балансе которого каниферма была 37 лет и стала в итоге убыточной, заверили. Животные получат должный уход. На неделе сотрудники ипподрома рассказали, что каждой лошади создали достойные условия, учитывая, что многие, особенно юные жеребята, достались им буквально заморышами, тощие, недоразвитые. Но с такой оценкой физического состояния животных в корне не согласны сотрудники канифермы. Мы сейчас были там только что, и подстилка там абсолютно такая же, как у нас. По поводу того, что там какое-то у них идеальное содержание, ну нет, точно такое же, как было у нас. Никаких там суперусловий нет. То есть это все специально для занижения качества этих лошадей, для того, чтобы, возможно, их выкупить дешево в дальнейшем и продавать. Общественники подчеркивают, они готовы были выкупить своих подопечных. С июля просили ректора назвать конкретную сумму. Но ее руководство вуза так и не обозначило. И сегодня любимых животных, говорит Наталья, приходится навещать в чужих стенах. Лошадок приехали покормить. Смотрим, какие тут ручьи, санья текут ручьем. Ни тебе охраны, ни тебе ни одной камеры. Зашли, никто нас не остановил. Вот тебе, пожалуйста, уход, шестиразовое питание, безопасность, тепло. Сотрудники ипподрома рассказали, что около 14 кобыл, пригодных для спорта, здесь планируют оставить себе для организации детской секции. Остальные, старушки и молодняк, непригодны. Аграрный будет продавать их, но цену и условия сделки, как и судьбу непригодных, на ипподроме, по данным толка, не комментируют. Елена Макаренко, День с толком. И к хорошим новостям. Жители Алтайского села наконец-то получили качественную воду. В селе Пещерка Залесовского муниципального округа полностью модернизировали систему водоснабжения. В конце прошлого года на прямой линии губернатора люди пожаловали, что уже 10 лет вынуждена пользоваться водой, непригодной для питья. Сегодня ситуация в корне изменилась. Как меньше, чем за год удалось решить острую проблему, узнала Валентина Аскерова. Оставили, а как же, чтобы память была. Посмотрите, вот такая была страшная вода. Вместо жёлтой непонятной жижи вода кристальной чистоты. Жители села Пещерка, в частности Любовь Фомина, 10 лет добивались качественной питьевой воды. Безуспешно. Лишь после коллективного обращения на прямую линию губернатора дело сдвинулось с мёртвой точки. Виктор Томенко поручил модернизировать систему водоснабжения в селе. Меньше, чем за год люди получили новые сети, скважину, водонапорную башню. И теперь смело пьют из-под крана воду, которую ранее лишь номинально называли питьевой. Такая вода у нас, конечно, хорошая. Работы по модернизации велись в течение всего весенне-летнего периода. И уже осенью люди, а их пещерки без малого тысячи человек, получили воду высокого качества. Мы не просто в пещерке проложили новый водопровод, но ещё пробурили скважину и установили новую 160-кубовую башню. Все работы начали с февраля месяца. Подготовили проектно-смертную документацию ещё в 2022 году. Прошли необходимые проверки достоверности стоимости, прошли госэкспертизу, получили положительное заключение. И после этого подали заявку в фонд. Нам её одобрили и провели мы конкурсные процедуры. Больше 45 миллионов рублей ушло на реконструкцию системы водоснабжения в пещерке. Региональные власти, к слову, в этом году привлекли дополнительные средства на строительство скважин и водонапорных башен в алтайских городах и сёлах. Для решения вопросов, связанных вообще с водоснабжением на территории края, мы в этом году дополнительно привлекли средства из резервного фонда Российской Федерации, порядка 200 миллионов, для реализации аналогичных объектов. Это устройство дополнительных скважин, башен. Общий объём ожидаемого финансирования из бюджетов разного уровня достигнет 400 миллионов рублей. Сумма позволит перевыполнить изначальный план и построить больше объектов коммунальной инфраструктуры. 74 скважины и 19 водонапорных башен. Валентина Аскерова, День с толком. За торговым центром Европы начали прокладывать тропу здоровья. Под спортивные занятия приспособит и овраг, который долгое время был местом для свалки мусора. Ковш трактора уже прошёлся по этому пустырю. Здесь уже не только наметили, где расположится тропа здоровья для подвижного отдыха, но и замерили протяжённость маршрута – 1200 метров. Трасса разработана без вреда природному ландшафту. Потрудились архитекторы. Кататься на лыжах и коньках смогут как профессионалы, так и любители. Чтобы спуск в овраг не был травмоопасным, предусмотрели пологий скат. Я бы хотела, наверное, если честно, чтобы отсюда можно было какой-нибудь спуск сделать, чтобы можно было бы скатиться. Даже на том же маленьком сноутборде. Что, знаете, как обучали маленьких детей кататься на сноутборде. Да, здесь можно сделать тропинку, по которой можно ходить бабушкам с палочками. Более уже опытным. Также отсюда же можно было бы скатываться. Работа продолжится, когда установится сплотный снежный покров. Тогда территория превратится в благоустроенную лыжню. И к другой теме. Спортсмены с ограниченными возможностями здоровья вновь обрели дом. Напомню, ранее из-за магистральной трубы, проходившей в подвале, они были вынуждены покинуть старое место. Сейчас администрация подыскала атлетам место на территории бывшего садика. Теперь у них есть около 400 квадратных метров для обустройства клуба. Какие новые зоны добавят и кто вскоре присоединится к устоявшемуся составу спортсменов, расскажем далее. Действительно, когда-то этот объект на профинтерна 37 вмещал несколько ясельных групп детского сада номер 92. Воспитанников перевели в основное здание, а это оставили для социальной сферы. Даже успели найти хозяев, которые займут половину первого этажа. Ими стали спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. В этом году они были вынуждены покинуть помещение на Диповской 18 из-за того, что через подвал проходила магистральная труба отопления. Было совещание, в течение недели нам предложили вот это помещение. То есть, когда я пришел сюда, это такая разница, как вот небо и земля. Здесь свежий воздух, свет. То есть, я очень благодарен. От всех ребят клуба большое спасибо нашему мэру. Раньше занятие посещало 83 человека. Председатель клуба Игорь Кузнецов считает, что скоро это число увеличится. Ведь к ветеранам добавятся новички-слэш-хоккеисты. А их инвентарь, возможно, будет храниться на складе, который здесь скоро оборудуют. Также на эти 400 квадратных метров добавят тренажеры, кардиозону и уголок с настольными играми. Найдем механизмы финансирования этого клуба. Текущую деятельность, спасибо правительству Алтайского края, они закрывают, у них есть смета, порядка полутора миллионов рублей, Игорь Владимирович говорил о том, что выделяется. Может быть, и тут будет увеличение. Сейчас клубу осталось заключить договор аренды. Он, кстати, будет бесплатный. С ремонтом администрация также поможет. Не зря же эти спортсмены завоевывали медали на Паралимпийских играх в Лондоне и Пекине. Данил Кузнецов, День с толком. И главному спортивному событию этой недели. В Барнауле стартовало первенство России под дзюдо до 18 лет. За четыре дня соревнований будут разыграны медали в 17 весовых категориях. Как проходила церемония открытия и есть ли медали у алтайских ребят, расскажет Дмитрий Дроздов. Япон, Симпай и Хадзюме. Если вы до сих пор не знаете значения этих слов, то вам нужно срочно идти в Титов-арену. И нет, не на хоккей. На четыре дня Барнаул стал настоящей столицей дзюдо. С самого утра и до позднего вечера на четырех татами. Тысячи спортсменов со всех уголков страны будут выяснять, кто же из них лучший дзюдоист в России. И у алтайских ребят есть небольшой козырь в рукаве. Родные стены. Каждое мероприятие, особенно такого уровня, когда на кону стоит сборная России, это важно. И, знаете, есть такая поговорка, дома стены помогают. И я думаю, вы заметили, как переживают, как болеют за Олега. И я думаю, что это очень важно, домашняя поддержка, чтобы спортсмен, так скажем так, находил дополнительные силы в нужный момент и побеждал. Это кадры из фоединка алтайского дзюдоиста Олега Чеплякова. Он выиграл полфинальную схватку, но позже уступил в финале спортсмену из Краснодара. Это первая медаль для нашего региона. И хоть дзюдоист там до 18 лет, но, как говорят именитые спортсмены, это первенство России. Старт в большой взрослый спорт. Это на самом деле только первая ступень их, ну, я имею в виду ребят и девчат, кто мечтает или хочет добиться каких-то высоких медалей, подиумов, результатов. Но интересно другое, интересно наблюдать за этой трансформацией, когда зачастую неуклюжие ребята-девчата, скажем так, меняются и превращаются в матерых чемпионов. После яркой и красочной церемонии открытия, где гостям рассказали, что из себя представляет Алтай и местное дзюдо, поединки продолжились. Ежедневно всех любителей этого вида спорта ждут в Читов-арене. А финальный блок турнира состоится в это воскресенье в 18.00. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком. Такой мы запомним эту неделю. У меня на этом все. Телефон нашей редакции 205-545. Звоните и рассказывайте о том, что вас волнует. Ну а через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире и хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok